Глава Ингушетия ознакомился с обстановкой в регионе за прошедшие сутки. По словам секретаря Совета Безопасности, 3 сентября прошло без тяжких происшествий, не считая нескольких фактов задержания транспортных средств и изъятия наркотиков. Ахмед Зайтов сообщил, что митинг, посвященный солидарности противодействия терроризму, прошел без нарушения общественного порядка. Митинг вчера по солидарности противодействия терроризму прошел активно. В том числе и по соцопросу населения, люди сегодня довольны тем, что именно на данном митинге противодействия терроризму была затронута тема мусульман, сегодня подвигающихся к геноциду в Бирме, неанно сейчас называется государство. И то, что вы там сказали, наши отношения к этому вопросу, и то, что если будет такая возможность, что будет оказана гуманитарная помощь, в том числе и прочитание ДУА, все это было воспринято позитивно. По мероприятиям, которые якобы планируют провести на территории республики, мы проводили вчера активную работу. И сегодня с утра, вот с 8.30 мы провели рабочие заседания, рабочие группы, которые входят и как сотрудники администрации главы республики, и аппарат Совета Безопасности, и Управление по делам религии, и МВД по республике Ингушетии, на которой мы сегодня спланировали конкретные мероприятия, которые нам необходимы для того, чтобы объяснить населению, что сегодня происходит в Бирме, и чтобы люди правильно понимали и свои действия, и бездействия. Если где-то кто-то думает, что сегодня можно выходить, находясь в правовом государстве, мы живем, мы являемся одним из субъектов российского государства, и общей позицией государства это должна быть и наша позиция. Но так как мы являемся мусульманами, мы и людям доводим, и вашу позицию доводим, и духовные лидеры это подтверждают, что самое большое оружие, самое большое участие мусульман, это прочитание дуа за этих людей, прощение у Всевышнего, это будет наиболее положительная такая форма их участия в данном вопросе. Насколько в данное время мы располагаем информацию, на территории республики каких-то несанкционированных акций, действий не будут проводиться. Руководитель субъекта также призвал всех шителей республики в своих дуа просить у Всевышнего спасения мусульман, в отношении которых совершаются жестокие преступления. Вместе с тем он считает, что любые действия в плане поддержки народа Рахиня должны согласовываться с руководством и МИД России. Если ему очень тяжело это пережить, он искренне верующий, то пускай он там участвует на организованных мероприятиях, выйдет сюда, постоит, послушает, делает там в душе дуа, там за кого-то еще делает, помолится. А если дома, то пускай дома молится целыми днями, читает пораны, там, какие-то вещи религиозные пускай делает и пытается хоть каким-то образом там помочь в душе своей. Вы же, как Совет Безопасности, должны жестко пресекать любые другие проявления. Лидер субъекта сказал о важности проведения круглых столов с участием представителей органов государственной власти, правоохранительных органов, духовенства и молодежных активистов. По его мнению, именно на таких площадках нужно поднимать острые вопросы и получать на них аргументированные ответы. В частности, глава Ингушетия отметил, что нецелесообразность проведения митингов можно было бы обсудить именно за круглым столом. Густол. Пригласите туда всех. Только не выделяйте, вот одна сторона, если вы приглашаете, а должны быть все быть. В том числе, вот те молодые ребята, которые якобы там, посадите их там наверху, там где-то, закидывайте это все. Пусть там задают вопросы. И плюс довести там на круглым столом, везде довести. Как только будет возможность оказания какой-то помощи, денежной, гуманитарной или какой-то другой помощи, мы обязательно этим займемся. Организуем, отправим, мы всегда это делали и делаем, будем делать. Даже тогда, когда у нас у самих сложности. Почему? Потому что, когда нам было очень тяжело, нам тоже помогали. И Татарстан, и Казахстан, и другие, в том числе и субъекты регионов Российской Федерации, и за границей. Помогали нам? Почему мы не поможем? Конечно, поможем, в стране не будем. Третий вопрос. В мечетях. До всех имамов довести, до глав довести. К мечети, пожалуйста, уделите этому там 10 минут, 15 минут имамы. Что нужно в таких случаях, мусульманин, делать? Если у него нет возможности оказаться там, на месте. Если он находится так далеко от этого места. Если он сочувствует. Какие молитвы лучше читать? Какие дуалы лучше делать? То есть, что должен мусульманин делать?